Привет, друзья! Сегодня мы исследуем удивительный мир портированных игр с ПК на мобильное устройство. Готовы узнать, какие игры стали доступны на Android и iOS? Тогда лайк сейчас, комментарий потом и давайте начинать! Dead Road to Canada представляет зубодробительный survival horror с RPG-элементами, который отлично адаптирует безжалостный и непредсказуемый геймплей оригинальной игры под портативный формат. Объединяйтесь с другими выжившими, найдите машину и пробирайтесь через орды кровожадных зомби и руины американских городов, чтобы добраться до всегда безопасной и безмятежной канады. По пути вы сможете исследовать разные дома на предмет полезных вещей, управлять ресурсами и взаимодействовать с членами вашей команды. Motorsport Manager 2024 также предлагает отличный компромисс для игроков, которые хотят посвятить свободное время своему любимому спорту, находясь вне дома. Как вы догадались по названию, эта игра посвящена автоспорту, причем высочайшего уровня, так что будьте готовы к тому, чтобы ценой победы или поражения может стать 1 миллисекунда, одна упущенная деталь или одно неверное решение. Вам предстоит стать у руля гоночной команды и, грамотно управляя коллективом пилотов, тренеров, инженеров и механиков, привести ее к успеху, побеждая в официальных соревнованиях и гран-при. Football Manager Mobile представляет вам полноценные возможности управления командой и тренерским штабом из оригинальной игры благодаря оптимизированному интерфейсу и сенсорному управлению. Быстрый и динамичный геймплей футбольных симуляторов сложно в полной мере адаптировать под смартфоны, что доказывает безуспешные попытки завоевать мобильный рынок студии EA Sports и Konami, несмотря на огромную армию фанатов их тайтлов на других платформах. Однако это касается лишь непосредственного управления игроками во время матча. А что если вам не нужно будет судорожно елозить пальцем по экрану в надежде попасть в ворота, и руководить процессом вы будете из удобного тренерского кресла? Именно эту концепцию уже долгое время продвигает футбол менеджер. И многим игрокам она пришлась по душе. Именно потому, что от менеджера футбольного клуба требуются только хорошие стратегические и управленческие навыки, а не ловкость и реакция. Серия Final Fantasy стала культовой благодаря хитам, вышедшим на приставках и компьютерах. Теперь геймеры могут вспомнить эти шедевры, воспользовавшись мобильным девайсом. Стоит заметить, что порт всех частей на Android прошел довольно успешно. Игры оптимизированы, управление удобно, основы геймплея сохранены. О чем еще мечтать фанатам финальной фантазии? Что касается игровых особенностей франшизы, то тут стоит отметить независимость частей друг от друга. Так игрок сможет беспрепятственно насладиться отдельной историей, не вникая в подобности предыдущих тайтлов. Классическая первая часть Rollercoaster Taiki 1999 года для целого поколения игроков навсегда останется уютным и безмятежным убежищем, в которое приятно возвращаться время от времени. И у нее есть также мобильный порт. Однако мне кажется, что фирменный игровой процесс этого аутскульного стратегического симулятора управления парком аттракционов лучше всего смогли адаптировать под смартфоны в Rollercoaster Taiki Touch. Эта игра представляет собой мобильную версию Rollercoaster Taiki World, которая в свою очередь является попыткой перезапустить серию в современном формате. И попытка увенчалась успехом как на ПК, так и на Android. BadNord – еще одна минималистичная стратегия, портированная с ПК на Android, которая намного глубже, чем кажется. В вашем распоряжении будет лишь небольшой остров, окруженный ледяными северными водами и вражескими кланами свирепых викингов, которые раз за разом будут штурмовать этот маленький клочок земли. Ваша задача – держать оборону при помощи грамотного использования ограниченного запаса человеческих и продовольственных ресурсов. Хотя на первый взгляд эта задача кажется невыполнимой, у вас всегда есть шанс справиться с ней, стоит только найти единственное верное решение. Именно в этом постоянном поиске правильной оборонительной стратегии кроется главная прелесть BadNord. Хотя Kingdom 2 Kraus выглядит посимпатичнее и может привлечь своим приятным пиксель-артом и звуковым сопровождением, многие могут ошибочно принять эту игру за типичной платформер, так как персонаж здесь может перемещаться только из одного угла экрана в другой. На деле же Kingdom 2 Kraus представляет собой уникальную стратегию в реальном времени, с элементами защиты башни, выполненную в формате двухмерного сайдскроллера, где вам с нуля нужно создавать неприступную крепость, которая станет очередным бастионом с дальних рубежей вашего нового королевства. Причем главной особенностью игры является то, что всем вышеперечисленным можно заниматься вдвоем на одном устройстве, вместе со своим верным союзником. Уже почти 15 лет Minecraft остается одной из лучших песочниц, позволяющим игрокам реализовать свой творческий потенциал в качестве архитектора или поупражняться в искусстве выживания. Это непривлекательный на вид пиксельный мир блоков открывает практически безграничные возможности для создания всего, что придет вам в голову. И все эти же комплименты относятся к мобильной версии, которая вышла в том же 2011 году, как и оригинальная игра. Minecraft Pocket Edition действительно близок к ПК-версии, вплоть до того, что здесь также есть поддержка пользовательских модов, не говоря о фирменном геймплее, который сделал эту инди-игру мировым хитом. Little Nightmares полностью соответствует своему названию, так как здесь вы столкнетесь с кошмарными монстрами и ужасными опасностями, будучи настолько крошечным, что шансы на спасение будут казаться микроскопическими. Вы возьмете на себя роль шестой маленькой девочки в желтом плаще, которая пытается сбежать со зловещего подводного корабля, полного странных существ и других искалеченных душ, ищущих свою следующую жертву. Причем делать это вам предлагается в формате захватывающих приключенческого платформера с тактильным управлением. Don't Staff – популярный симулятор выживания с самобытной мультяшной стилистикой, которая будто бы создана для того, чтобы красоваться на экране вашего андроид-смартфона или планшета. Однако изначально игра вышла на ПК, и разработчикам потребовалось более двух лет, чтобы перенести ее на мобильные платформы. В Don't Stop вы оказываетесь посреди зловещего дремучего леса и должны бороться за свое существование, с опасными и непредсказуемыми местными обитателями, и еще более страшным врагом, неумолимым чувством голода. А вот и подошло к концу видео о портированных игр с ПК на андроид. Надеюсь, вы нашли для себя, пусть и не новое, но что-то интересное. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, какая игра вам понравилась больше всего. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал для большего количества крутых видео об играх. До новых встреч и всего хорошего!